Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас снова на очередном вебинаре Российского Совета по международным делам. Сегодня мы сфокусируемся на проблематике ОБСЕ, соответственно, на 40-летнем юбилее организации. Тема нашей сегодняшней встречи – «Скельфинский акт 40 лет спустя. Перспектива обновления ОБСЕ». Мы эту встречу проводим в контексте масштабного проекта, который мы делаем вместе с нашими партнерами, парламентской ассамблеей организации. Соответственно, фондом Зороза Маршала, американским институтом внешней политики Швеции, институтом по международным исследованиям Дании и Белградским фондом политических исследований. Сегодня у нас в гостях Мария Александровна Чапурина, программный координатор парламентской ассамблеи ОБСЕ, руководитель проекта «Сельфинский плюс 40». Андрей Владимирович Загорский, зав. отделом ММО. Сергей Валентинович Узкин, зав. отделом Центра институционного анализа Российской Академии наук. И вести встречу буду я, Иван Тимофеев, программный директор Российского Совета по международным делам. Соответственно, по сложной традиции я задам несколько ключевых вопросов к встрече. Дальше я попрошу наших гостей коротко высказаться по этим вопросам. И, конечно, основной акцент мы хотим сделать на общении с нашей аудиторией. У нас уже начинают поступать вопросы к нам на сайт. И, конечно, мы акцент сделаем основной на обсуждении вопросов нашей аудитории. Мария Александровна у нас на связи из Копенгагена, из парламентской ассамблеи ОБСЕ. А мы здесь стоим у нас в Москве в Российском Совете. по международным делам на Никиманке. Дом 1. Коллеги, несколько ключевых вопросов. Соответственно, сейчас практически любое обсуждение проблематики ОБСЕ неизбежно начинается в Украине. Возникает вопрос, а как вообще так получилось, что, по сути, ни один из институтов, который у нас существует, в этом таком атлантическом пространстве, не смог предотвратить украинский кризис. Но, с другой стороны, когда рейс заходит о ОБСЕ, выясняется, что это фактически единственный институт, который хоть что-то смог сделать достаточно оперативно. Что сделать для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, дальнейшее ухудшение в отношении России и Запад? Может ли здесь ОБСЕ нам каким-то образом помочь? Если может, то как? Как максимально использовать возможности организации для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений? Я скажу по своему опыту достаточно много, ну, так же, как и вы, посещая достаточно много международных форумов, моё субъективное ощущение, что ситуация очень тревожная и тенденция негативная ускоряется. То есть говорить о том, что мы достигли какого-то дна преждевременно, поэтому сейчас поиск любого инструмента, который может нам так или иначе помочь ослабить эти негативные тенденции, ну и тем более приблизиться к решению каких-то проблем, имеющихся, например, украинские проблемы, они крайне востребованы. Ну и я согласен с одним из основных положений доклада, который мы выпустили ещё в прошлом году в рамках нашего проекта вместе с парламентской ассамблеей ОБСЕ, с цельством о том, что, собственно, Украиной проблематика не исчерпывается, что стоят вопросы вообще о будущем организации, что с ней делать дальше, как её реформировать, собственно, ещё до украинского кризиса эти вопросы стояли, и как эту организацию трансформировать дальше с учётом того, что усиливается роль Европейского Союза, усиливается роль НАТО. Соответственно, вот эти вопросы я хочу сегодня вынести на обсуждение. Ну и, естественно, да, конечно, парламентское измерение, собственно, что здесь мы можем сделать по линии парламентских институтов. Особо ценность у нас здесь на связи Мария, она здесь нам, может быть, даст более глубокий взгляд, как человек, который, ну, собственно, держит руку на пульсе, что называется, непосредственно из организации, из парламентской ассамблеи. Итак, коллеги, давайте по буквально пять минут я попрошу высказаться по этим вопросам, а дальше мы уже перейдём к дискуссии. Ну и я ещё раз хочу сказать перед этим, что формат у нас максимально неформальный. Если вы считаете, что нужна, так сказать, наша внутренняя дискуссия, задавайте, пожалуйста, друг другу вопросы. Походу я буду задавать уточняющие вопросы. В общем, мы хотим максимально, и всегда здесь проводим максимально неформальные, открытые и честные разговоры. Андрей Владимирович. Вопросов поставлено много, на них, наверное, такого количества ответов окончательных не существует. До пять минут. Да, поэтому я коротко несколько ТСС сформулирую, а дальше надеюсь, что будут у нас вопросы из аудитории, мы сможем какие-то темы углублять. Ну, первое, понятно, что ОБСЕ сегодня на слуху, она на слуху в контексте украинского кризиса, и сегодня у нас такая форма ренессанса ОБСЕ в том числе в российской политике, потому что по существу, после 99-го года мы либо игнорировали ОБСЕ, либо даже были разговоры о том, что были из ОБСЕ, и отпустил туда округляться. Вот сейчас ситуация на Украине показала, что сохранять ее было важно, поскольку она может пригодиться для каких-то важных вещей, если они возникнут. Значит, буквально вот несколько тем, которые здесь возникли. ОБСЕ на самом деле нет хорошей жизни. Ренессанс, потому что на сегодняшний день это фактически единственная площадка, на которой идет многосторонний разговор, на которой принимаются какие-то решения, именно решения коллективные, включающие всех участников, и решения, которые поддерживаются всеми важными игроками в системе европейской безопасности. И России, и Украине, и страны европейского Союза, и США. Все остальные инструменты, которые были в нашем распоряжении, другое дело, для чего они создавались, они в этой ситуации оказались неподходящими. У нас сегодня нет такого реального политического диалога и с НАТО в рамках Совета России, и НАТО, особенно фактически нет политического диалога, с Европейским Союзом, все масштабы заморожены. Поэтому единственная площадка, которая осталась, это площадка ОБСЕ. Поэтому здесь и ответ на вопрос о том, нужна нам ОБСЕ или нет. Нужна, потому что если мы хотим лабираться, это на сегодняшний день единственный реальный инструмент, на котором какой-то диалог проходит. Другое дело, что нам тоже непросто эти вещи обсуждаются, потому что позиции не всех стран, но многих государств заключается в том, что сначала нужно объединировать украинский кризис, а потом уже можно обсуждать все остальные вопросы. Из-за этого процесс Хельсинки плюс 40 фактически в рамках ОБСЕ остановился. Все дискуссии, которые до этого шли, в рабочих группах, они практически замерли на месте, потому что, в частности, американцы, а не только американцы, отказываются обсуждать конкретные, поддержательные вопросы в том числе и форму ОБСЕ, до тех пор, пока не будут решены вопросы о холлинировании в Украине, в том числе, в том числе, в РФ, Да, пока он не замок, и просто все эти процессы стоят, но это единственное площадка на сегодня где мы эти вещи можем обсуждать. По этой причине, конечно, ОБСЕ у нас важна, но это не является гарантией того, что мы по повернему также будем смотреть на ее в будущем, хотя сегодня дискуссия очень широкая, и не всегда благоприятная для Российской Федерации, она пока скорее говорит о том, что в силе неопределенности того, как будут устраиваться наши отношения с НАТО, как будут устраиваться наши отношения с Европейским Союзом, вот ОБСЕ остается в той ниточке. Другое дело, что ОБСЕ не идеальна, это несовершенная организация, как любая другая международная организация, там много своих сложностей и подвохов, я думаю, что мы к некоторым из них вернемся, обсуждая конкретные темы и вопросы, но ОБСЕ повязано консенсусом. А это вот проблема с долгими раскачиванием организации принятия решений, и хотя, скажем, в условиях украинского кризиса относительно быстро можно было вычтать решение о развертывании специально мониторинге в висе, до этого еще Верховный комиссар по делам национальных меньшинств и Бюро по демократическим институтам правом человек отправили свою инвестицию на Украину, которая следила за процессами, которые развертываются, там не констатировала каких-то серьезных проблем, которые могли привести к кризису на Украине, или были бы поводами для такого конфликта вооруженного, который появился потом. Но тем не менее, даже при всем том, что специально мониторинговые миссии, решение было относительно оперативно. Проблема с деньгами не было. Проблема с рекрутивами персонала тоже не было. Сейчас наши проблемы с этим летом, сейчас по-много раз выяснилось, но даже тогда Центр по предотвращению конфликтов УБСЕ достаточно ясно и четко был. Мы могли бы сделать это намного быстрее, если бы быстрее сформировался консенсус в рамках постоянного Совета УБСЕ, если бы быстрее государство успеет заговорить. Это нечто похожее на Совет Безопасный. Есть у кого-то право вето и все, на этом Совет Безопасности останавливается, на каких-то решений не принимается, на каких-то действий не поднимается. Это похоже на болезнь УБСЕ, и одна из больших тем, и просто как можно улучшить те инструменты, которые есть в организации, а есть ли какие-то стратегические направления, которые позволят бы не действовать оперативнее в комплектных ситуациях. Это одна из главных тем сегодня в рамках организации. Спасибо. Сергей Викторович. Да, ну я соглашусь, Андрей Владимирович, лучше, чем кто-либо знает Организация безопасности сотрудницей в Европе, знает, как развивалось участие в ней в России. И сейчас, конечно, мы столкнулись с ситуацией, когда само по себе привлечение лучших экспертов, выдвижение лучших предложений, которые можно сформулировать, не дает нам, к сожалению, возможности продвинуться вперед, из-за того, что в жесткий клинч вошли интересы страны-участницы. То есть, как и любая, по крайней мере, большая часть международных организаций, ОБСЕ не может никого принудить что-то сделать. Даже, в общем-то, страны с достаточно скромным потенциалом, если там можно говорить о принуждении, то скорее не о посредствах международной организации, организации как таковой, сколько ввиду того давления, которое могут оказать другие страны на страну с ограниченным потенциалом. Когда возникает противоречие между странами крупнейшими, странами, которые сами обладают существенным потенциалом для того, чтобы пережить любые невзгоды, тогда все становится совсем сложно. То есть, организация, международная организация, она может помочь этим странам найти площадку для переговоров, общаться на разные темы, но не может за них выработать консенсус. То есть, выработка консенсуса, это всегда все равно дело лиц, принимающих решения в отдельных странах участвований. И вот в случае с Украиной мы, собственно, и пришли к такой ситуации, когда этот клинч между интересами преодолеть пока не получается. Можно ли было этого избежать благодаря организации? Опять же, мы упираемся в то же самое, в позиции стран-участниц. То есть, если бы у нас вопрос о том же Крыме был вынесен на международные площадки, обсуждался на международных площадках, там можно было бы говорить о постепенном решении каких-то существующих проблем через компромиссы. К сожалению, были приняты самые радикальные решения здесь, и эти решения уже невозможно отпадать назад. То есть, здесь мы пришли к ситуации, когда мы должны все-таки анализировать те вещи, которые у нас получились по итогам кризиса, а не пытаться переиграть ту ситуацию, которая у нас на протяжении последних полутора лет происходила степенно. И что касается вообще потенциала организации, способности предвидеть какие-то ситуации, я, может быть, напомню кому-то, что на протяжении ряда лет у БСЕ было представительство в Украине непотребственной миссии, и был офис в Крыму. Это было в 90-е годы, по-моему, до 99-го, где-то год. В 95-м году миссию БСЕ в Крыму посредничаю. Закрылась от нас, по-моему, 99-го, по крайней мере, представительства в Симферополе. И, соответственно, мы видим здесь, что до определенного момента вот к той ситуации, которая там была, было международное внимание. Может быть, это помогло быть. Но в какой-то момент власть Украины, в общем-то, решили, что никаких проблем у них не осталось, что международное наблюдение здесь не нужно. И вот это международное представительство было свернуто. Может быть, это стало дополнительным таким аргументом, который мог бы позволить предотвратить конфликт, но не предотвратил. Сейчас мы видим, что примерно вот такие же соображения, что зачем вообще нам некое представительство ОБСЕ проявляют в ситуации с Азербайджаном, где было полноценное представительство организации, потом оно было снижено в статусе до координатора проектов. И теперь даже это представительство в сниженном статусе, оно уходит из Азербайджана, потому что там тоже возникает такое представление, что у нас же все в порядке, мы, в общем, решили все проблемы, зачем нам здесь какое-то международное наблюдение, консультации какие-то, если нам нужны конкретные консультанты, мы с ним обратимся сами. То есть представление о организации как о таком кризисном менеджере. Вот кризис мы прошли, больше этот менеджер не нужен. Вот это тоже может быть одна из проблем, с которыми нужно думать, чтобы присутствие организации не рассматривалось как свидетельство того, со стороны кризиса, а рассматривалось как механизм, который позволяет разные проблемы решать в ежедневном порядке, в том числе вне ситуации острого кризиса. И отвечая на вопрос, в чем все-таки сейчас уже, сложившую ситуацию в БСЕ может помочь, у нас действительно есть вот этот уникальный, в общем-то, по оперативности, по масштабам для организации, пример наблюдательной миссии в Украине, есть отдельно мониторинг на пограничных пунктах, и вопрос, который сейчас сейчас ставится, это вопрос о том, что по большому счету мониторинг на границ, он сейчас чисто символичен. То есть это мониторинг на двух официально открытых пропутных пунктах, при том, что граница нефоизмерима просто с этими двумя небольшими участками. Это один километр из четырехсот неконтролируемых миссий. Да. И если мы действительно настроены на то, чтобы повысить эффективность этой мониторинговой миссии, один из тех шагов, который можно было бы предпринять, это расширение мониторинга на всю протяженность границы, может быть, в том числе не за счет распорядления людей туда, но за счет технических средств, опять же, беспрецедентно то, что мониторинговая миссия использует сейчас уже дроны, вот эти приводные аппараты, которые позволяют покрывать большую территорию с меньшей закрасной, мы смотрим, что там происходит, но, опять же, мы упираемся в то, с чего я начал. Если нет консенсуса по поводу расширения полномочий, мандата, миссии, нет консенсуса между странными участницами, то ничего не получится. И, наверное, главное, к чему нам нужно прийти, это новое понимание интересов страны участниц, понимание ими, что дальнейшая эскалация конфликта, конфронтация будет опасна в первую очередь для них, не для кого-то там где-то, не просто из абстрактных принципов, из-за того, что у нас какие-то принципы нарушаются, не нарушаются, а просто банально их интересы будут, конечно, страдать от того, что конфликт продолжается, соответственно, в их интересах его регулировать. К этому пониманию нам надо прийти. Спасибо большое. Игорь Кривович, Мария Александровна, как вам ситуация видится и в парламентской ассамблее и штаб-квартира? Спасибо, Иван Николаевич. В первую очередь, я бы хотела сказать, что партнерство с РСМД, конечно, для нас было и очень интересным, и очень полезным, потому что уже больше года, как мы ведем этот проект, мы были действительно приятно. глубоко оценили то, насколько вы вообще были привержены этой тематике в течение всего года и благодаря проведению семинаров, и благодаря проведению конкурса молодых исследователей, потому что, конечно, вообще, говоря о будущем организации, мы не можем забывать этот вопрос, поскольку молодежь должна понимать, что такое ВСЕ и должна продолжать ее интересоваться. Понятно, что сейчас в газетах это во всю освещается, обсуждается, но если молодые люди не понимают вообще, в чем суть и почему эта организация важна, то этой организации нет будущего. Никогда не будет экспертов, которые будут продолжать работать на тематике, как сегодня эксперты, которые как раз и присутствуют на этом вебинаре, и Андрей Владимирович, и Сергей Валентинович. Мне очень приятно, что они смогли принять им участие. Но, переходя немножко к больше конкретике, и мне кажется, что вот в ходе нашего пока еще краткого обсуждения достаточно важные были затронуты пункты и пункт консенсуса, и вопросы полевых миссий, полевых представительств ОБСЕ. Я с большой радостью освещу все эти вопросы, но мне бы хотелось немножко сделать шаг назад и поднять вопрос вообще-то почему нам стоит обсуждать это в 20-40-летие организации, почему Кейсенский заключительный акт 1975 года был важен. И мне кажется, ответ здесь состоит из двух пунктов. В первую очередь ОБСЕ, и в этом заключается ее суть на сегодняшний день, инклюзивная организация. То есть, немножко используя полуанглийские термины, мы можем разделить все организации на эксклюзивные и на инклюзивные. Эксклюзивная организация, она, грубо говоря, создается против кого-то, то есть, по принципу они-мы, мы против их. Инклюзивная организация напротив, она создается для того, чтобы объединить государства, которые, возможно, имеют различные взгляды на проблемы, но которые в рамках этой организации, скажем так, соглашаются не соглашаться, но соглашаются также искать общее какое-то решение. И в этом, как мне видится, заключалась важность как раз в 1975 году подписания Кельсинского заключительного акта, потому что я не буду напоминать, наверное, что наша аудитория знает, что это был период холодной войны, период бокового деления, и все равно была политическая воля и было политическое видение, которое позволило принять данное решение. Во-вторых, конечно, как мне кажется, Кельсинский заключительный акт и вообще все, то, что после него строилось, важно было и в том плане, что оно подчеркивало важность человеческого измерения, именно как бы человеческого. То есть, понятно, что сейчас для многих из нас с новыми технологиями, вообще с процессами, которые происходят в мире, вопросы государственного суверенитета, меж как бы страновых контактов не только на военно-политическом, но и на экономическом, на гуманитарном уровне уже как бы не ставится под вопрос. В 2005 году ООН приняло резолюцию по обязанности защищать, то есть сейчас понятно, что идет размывание вообще процесса государственного суверенитета. Но тогда, 40 лет назад, это довольно сложно представить, что государства согласились не только эти переговоры и искать компромисс по военно-политическим вопросам, что было достаточно традиционно, это делалось сотни лет, но и также по двум другим измерениям по экономо-экологическому и, я бы сказала, по гуманитарному, но в техническом заключительном акте оно называется человеческому. То есть, это даже более, скажем так, широко, чем по гуманитарному. И мне кажется, что именно вот в этом как бы из отличается особенностью ВСЕ, которая позволила, скажем так, приоткрыть весь и интернационализировать внутреннюю политику государства. И на основании именно этого и идет в первую очередь работа полевых миссий, потому что чем они занимаются, как бы находясь в этом и силу ВСЕ, находясь странах, сейчас у нас 15 полевых миссий, плюс, как бы, как уже упоминалось, две созданные в 2014 году особые миссии на Украине. Они как раз работают над проектами по поддержке стран или по реформированию систем в этих странах. То есть, опять-таки, как бы, отчасти полевые миссии как раз работают на вот этом смежной зоне между тем, что такое государственный суверенитет и что отчет в обязанности международной организации. То есть, скажем, такая серая зона, которая достаточно сложная в работе и уже упоминалась проблема с миссией в Азербайджане. Это очень большая проблема, и парламентская ассамблея ОБСК всегда поддерживала работу полевых миссий. Но я бы хотела поднять и другой вопрос, это полевые миссии в Казахстане, мандат который сократили за последний год, и неизвестно пока, как будет продолжаться работа в ее рамках в дальнейшем. Поэтому вопросы полевых миссий, мне кажется, это важный вопрос, который нам стало бы возможно обсудить подробнее, в том числе и в связи с миссией на Украине. но и кроме того, вопрос вообще международной правосубъектности ОБСЕ, это связано и напрямую с лицом на Украине, это связано вообще с вопросом о том, что такое ОБСЕ и можно ли называть ОБСЕ законченной или незаконченной организацией, потому что организация, у которой нет международного статуса официального, можно ли вообще считать организацией или же мы продолжаем быть соглашением. Я бы предложила основить еще и на этих вопросах. Спасибо большое. Очень интересно, коллеги, вот такой вопрос. В бытных президентства Дмитрий Астольевич Медведев ставит вопрос о договоре европейской безопасности АДЭБи. Я помню, как мы проводили заседание ДИМО, очень интересная была дискуссия, тогда инициатива не пошла, а сейчас повторение этого возможно и это делать параллельно ОБСЕ и стоит это делать вместе с ОБСЕ и стоит ли это делать сейчас? Я думаю, что в одну реку дважды войти трудно, поэтому по форме инициативы вряд ли возможно повторение, тем более напомню, что мы отказались от обсуждения проекта ДЭБи на площадке ОБСЕ. Хотя прокручивая разные варианты, как раз инструменты, включая ДЭБи, могут действовать в различных клинистах ситуациях, но в итоге приходили к нему за то, что по крайней мере тот вариант, который был прописан в официальном нашем предложении, был самым медленным, самым эффективным из всех имеющихся институтов и когда мы спрашивали себя а что нужно сделать, чтобы улучшить его работу, мы начинали прописывать то же самое ОБСЕ, но только без других измерений. это, конечно, вещь малореальная, но я думаю, что главный смысл предложения о подготовке ДЭБи заключался не в том, чтобы продвигать конкретный проект, который был предложен, очень сырой, очень несовершенный днем, было много, много вопросов у нас в России среди экспертов, специалистов, а главный смысл этой инициативы заключался в том, что надо собраться и обсудить, как будем жить дальше в Европе. Не случайно Дмитрий Радович Убеев назвал идею Хельсинки-2, хотя напомню, что Хельсинки-2 уже были в Париже, когда была подписана Парижская Харкетка для Новой Европы. Вот сегодня эта идея нового Хельсинки и какой-то новой встречи, которая подвела бы итог после кризиса на Украине, понятно, что был регулированный как-то такая встреча состоится, но проведение встречи, на которой нужно было подтвердить, что мы живем в том порядке на базе тех принципов, которые были установлены в Хельсинки 40 лет назад, встреча, которая могла бы сформулировать в том числе необходимые пяти совершенствования и организации, ОБСЕ и других структурных безопасностей, такая потребность сегодня существует. Поэтому в этом смысле я не думаю, что будем возвращаться к тексту проекта Неба, но сама эта идея о том, что нужно собраться и договориться, уточнить те правила, по которым мы живем в Европе, эта идея остается в силе и украинский кризис подчеркну еще раз ее важность. Мария, спасибо большое, что вам желаю. Мария, у меня к вам вопрос. А что парламенты предлагают посредством вашей площадки? Есть какие-то идеи альтернативные тому, что есть сейчас на уровне дипломатических кругов и на уровне самого ОБСЕ? Да, я думаю, что в первую очередь может быть стоит немножко подробнее вообще остановиться на том, что такое парламентская ассамблея ОБСЕ. То есть в ОБСЕ существует целый ряд структур так называемых независимых институтов и один из них как раз и есть парламентская ассамблея ОБСЕ. Она была создана 25 лет назад, поэтому в этом году у нас также юбилей. Именно для того, чтобы предоставить площадку для совместной работы, для сотрудничества между парламентами, представителями парламентов 57, сейчас 57 государств-членов. Скажем так, основное отличие парламентской ассамблеи в том, что мы являемся неконсенсусным органом в рамках ОБСЕ. В чем заключается основное отличие? В постоянном совете и большинство институтов ОБСЕ они как бы напрямую связаны с решениями постоянного совета. Решения принимаются средством консенсуса. То есть все страны должны быть за для того, чтобы определенные решения потом реализовывались. В парламентской ассамблее ОБСЕ с начала ее создания существовало два основных принципа принятия решений. Во-первых, это консенсус минус один в постоянном совете. Постоянный совет стоит в главах делегации. И, во-вторых, большинством голосов. То есть некоторые решения в первую очередь административного характера и процедурного, например, по вопросу проведения следующей ежегодной сессии в какой-либо стране принимаются просто большинством голосов. И парламентская ассамблея ОБСЕ на протяжении последних 20 лет поступало за, скажем так, частичное хотя бы реформирование принципа консенсуса и в других структурах ОБСЕ. Почему это важно? Скажем так, вопросы процедурного характера, опять-таки, проведение следующих совещаний, назначение работы на одну из руководящих позиций в рамке организации. На настоящий момент для этого требуется консенсус. Консенсус занимает не только долгое время, потому что надо получить согласие от всех государств, которые понятно, что могут испортить, скажем так, даже этот небольшой вопрос для того, чтобы за кулисами проводить какие-то переговоры и находить компромиссы по другим вопросам. Тогда как процедура работы ОБСЕ была, конечно, заметно и ускорена, если бы не требовалось консенсус, скажем так, хотя бы по этим вопросам, а можно было бы, например, использовать правила консенсус минус один или консенсус минус два или 90% голосов и так далее. Это как бы один из основных постулатов или основных выводов проекта 50-40 парламентской ассамблеи ОБСЕ. Второй, конечно же, это расширение автономии самих институтов ОБСЕ в пределах их мандатов. То есть дать возможность как финансовую, так и оперативную при поддержке, конечно же, государств-участников отдельным институтом проводить более свободно и более активно те проекты, с которыми они в настоящий момент работают. И, скажем, это особенно актуально в плане именичной ситуации на Украине, когда некоторые решения были замедлены из-за того, что необходимо было принять консенсное решение буквально по всем вопросам, тогда как, если бы у генс-сеперетаря ОБСЕ были небольшие ресурсы независимые, которые он мог бы использовать, а также больше именно возможности принимать политические решения, то возможно бы нам не пришлось ждать конца февраля начала марта 2014 года для того, чтобы это решение было принято, а мы могли бы уже как бы автоматически запустить данный процесс раньше, и возможно это как бы помогло в какой-то степени предусмотреть то, что происходит сейчас. Понятно, спасибо большое, ну что коллеги, я хочу перейти к вопросам нашей аудитории, вот от Олега Шакирова сразу два вопроса у нас поступило, я их сразу оба и озвучу. Первый вопрос касается увеличения бюджета организации, соответственно, вот Олег пишет, что ОБСЕ делает многое при достаточно граничных ресурсах, ну я здесь понимаю, что имеется ввиду как финансовые, так и кадровые ресурсы, и об этом в частности и Андрей выписали в докладе в нашем совместном, собственно, нужно ли увеличение бюджета, и Россия от этого выигрывает или проигрывает. И второй вопрос Олега про как откадровый вопрос и вопрос о доле россиян в кадровом составе ОБСЕ и организации, соответственно, и других институтов. Возможно ли здесь какие-то изменения, стоит ли увеличивать и какие департаменты перспективы? Давайте я попробую не представить, но Андрей Владимирович меня поправит, если я не так скажу. Действительно задается такой вопрос, в общем-то автор этого вопроса, Олег Шакиров, он тоже занимается ОБСЕ, так что он знает хорошо эту тематику. Понятно, всем хочется побольше средств, ресурсов, но я не думаю, что все упирается исключительно в ресурсы. В случае с ОБСЕ у нас пока была достаточно успешная практика привлечения вне обязательных ресурсов, когда при необходимости проведения той же самой мониторинговой миссии в Украине привлекались дополнительно ресурсы, которые в общем сопоставимы вполне с тем, что расходуется непосредственно по линии бюджета. Но вопрос здесь конечно возникает, потому что в одной ситуации удалось привлечь внебюджетные ресурсы, в другой ситуации может быть и неплохо было бы, а вот неудастся найти решение. И что касается того, кому это выгодно, кому невыгодно, здесь вопрос наверное не сумм, которые возникают, а вопрос о том, как именно эти ресурсы расходуются, какой порядок одобрения, контроль их использования, и здесь мы опять упираемся в вопрос консенсус. То есть если у нас организация превращает в совокупность таких относительно независимых институтов, каждый из которых сам определяет как именно распрерываться выделенными ему средствами, это может повысить оперативность, эффективность, но это может не нравиться ряду стран, которые не удовлетворены тем, какие решения в рамках этого отдельного института принимают. Ситуацию такого рода мы имели в случае бюро по демократическому институтам и правам человека. когда с другой стороны у нас просто элементарно недостаточно средств, но при этом все решения одобряют консенсусом, то может сложиться такая ситуация, что их недостаточно с точки зрения достижения эффективности, но на большее мы консенсус не наберем. То есть мы не придумаем нечто такое, что получило бы консенсус, при этом за этим не было бы денег. Если здесь есть консенсус, будет и возможность найти средства на то, чтобы реализовывать эти проекты. Ну и что касается представленности России в персонале организации, собственно персонал набирается по двум направлениям. Это люди, которые приходят по договору работать непосредственно, международный набор, набор непосредственно в тех местах, где организация представлена, и так называемая система секундирования или командирования. То есть откомандировывают представители через министерство иностранных дел, но вот эта система, она сейчас во многих странах становится все более гибкой. То есть во многих странах Западной Европы, в частности, сейчас уже и Центральная Европа, очень часто возникает ситуация, когда МИД остается администратором, но они привлекают ресурсы со стороны в зависимости от того направления деятельности, которое в организации востребованы. У нас эта система до сих пор очень закрытая, то есть фактически она остается сугубо МИД в искусстве. И вот здесь есть над чем подумать, потому что да, страны, которые более активно используют возможности организации, в том числе за счет направления на ключевые позиции персонала в качестве персонала своих граждан. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Марина Александровна, деньги и люди, что думаете? Ну, значит, во-первых, просто для сравнения, как раз недавно смотрела цифры, бюджет ОБСЕ вот на ближайший год 141 миллион евро с небольшим хвостиком, это, конечно, очень небольшой бюджет, скажем так, давайте просто сравним с бюджетом Совета Европы, которая также является региональной организацией, европейской, сюда даже не входят в Соединенные Штаты Америки, не входят практически в все страны Центральной Азии, и у которой нет полевых нитей, то есть есть какие-то небольшие точные представительства там в шести странах, но полевых нитей, как у БСЕ, а мы не будем забывать, что, например, нитя в Таджикистане это 250 человек, нитя в Ферби, которая не является одной из самых больших 120, я не говорю уже они идти в Косово или в Киргизии, и бюджет Совета Европы в три раза, даже больше, чем в три раза выше, это в районе 417 миллионов евро, то есть понятно, что как бы при сравнении видно, что БСЕ с одной стороны более как бы представительна, она лучше присутствует в разных регионах, пространство, которое она занимается, и с другой стороны имея намного меньше денег, а деньги как бы как ни крути, несмотря ни на приверженность персонала, ни на хорошие идеи, все равно как бы сейчас видно, что деньги решают достаточно многое. С другой стороны, если мы говорим вообще об интересах России, и о, как раз, вот хорошо, что Сергей Валентинович поднял этот пункт о программе секундирования персонала, тут, мне кажется, проблема состоится в какой-то степени в отсутствии долгосрочной стратегии именно по привлечению россиян, и, скажем, не только, как уже, опять-таки, мы говорим, или из состава Министерства иностранных дел, и уже, скажем так, дипломатов высшего уровня, то есть уровня советников-посланников или послов, такие представители у нас существуют, они существуют и в секретариате ОВСЕ, и как главы МИСИ, например, глава МИСИ в Киргизии Сергея Капина, то есть российские дипломаты высокого уровня достаточно неплохо представлены, но не надо забывать, что, как бы, не боги горшки обжигают, то есть достаточно важно, чтобы и, скажем так, на среднем руководящем уровне представители от России имелись, и вот, насколько я вижу, достаточно много, как бы, командируясь в разные полевые миссии, представители от России практически отсутствуют, и это, опять-таки, объясняет в какой-то степени вопросом денег, потому что по программе есть государства, которые платят своим представителям зарплату, а есть государства, которые зарплату по таким программам не платят, то есть люди живут на ПРД, то есть на ежедневное пособие, которым выделяется. К сожалению, у России в Киргизии зарплату таким людям не платят, и поскольку работа, скажем, в Госнии, или в Гетсаговине, в Косовом или в Таджикистане является довольно тяжелой, то просто многие молодые специалисты в какой-то степени не видят рациональности оставить все в России или в Европе и ехать работать на важных проблематиках, на важных интересных позициях, но на достаточно низкой зарплате. Последнее, если мы будем говорить о внебюджетных инвестициях со стороны других государств, тут я бы хотела сделать одно уточнение. Мы видим, конечно, что государства достаточно легко нашли финансирование, разблокировали средства на миссию в Украине. С другой стороны, разговаривая с полевыми миссиями, я поняла, как нашлись эти деньги. К сожалению, достаточно часто те средства, которые раньше выделялись на проекты других полевых миссий, например, Норвегия достаточно щедро выделяет на бюджетные средства, и они финансировали так называемый колледж по тренировкам представителей по охране границ в Сочи-Кистане. Эти деньги были просто-напросто урезаны на следующий год финансирования, то есть колледж остался практически без средств процентского бюджета и переброшены на миссию на Украину. То есть, конечно, вопрос намного шире, чем просто внебюджетное финансирование, потому что внебюджетное финансирование само по себе вообще нестабильно. То есть, может быть, один год оно будет выделено, а другой год не будет выделено, а все проекты, которые ведутся, имеют смысл, только если они хотя бы среднесрочны, а лучше долгосрочны, потому что тогда к ним повышается доверие, повышается эффективность. Если этого нету, как было, кстати, в начале в Украине, когда было непонятно, продлят ли его мандат, что на 6 месяцев или это будет только на месяц, или на 3 месяца, миссия пока не было четкого политического решения, что она будет продлена еще на достаточно продолжительный период времени, не могла просто набрать коллекционированный персонал. Люди не готовы были бросить все у себя в страны и ехать работая на месячный контракт. Как бы важно для них это и не было. Спасибо большое. Да, у меня комментарий, я постараюсь его коротко сделать, не только что ответ для ответы на эти вопросы во многом зависит от того, какой мы видим организацию в будущем. От точки зрения здесь очень рада. Если ОБСЕ остается в том виде, в каком у нас существует сегодня, то, конечно, можно обсуждать где-то побольше, где-то поменьше, но существует ситуация, в принципе, всех устраивает. А если постепенно превращать ОБСЕ в другую организацию, то это будет другой вариант, который, конечно, будет более дорогим, потребует больше денег. О чем здесь идет речь? Сознательно, когда создавались институты ОБСЕ, начиная с 90-го года, государства, я хочу подчеркнуть, все государства, без исключения, хотели оставаться хозяевами этой организации. То есть решают они не какие-то должностные исполнительные структуры в этой организации, а решают государства. Отсюда принцип консенсуса, хотя он не является исключением в рамках ОБСЕ, есть процедуры окулифицированного меньшинства, которые вы можете пускать от предговаривания механизма. Это отдельная история. Значит, если государства хотят оставаться полными хозяевами организации, то, конечно, они не заинтересованы в сильных институтах. Это та базовая концепция, которая была заложена в рамках Парижской харти еще в 90-м году, когда стали создаваться институты. Инструментов ОБСЕ сегодня много, но задействовать их могут только государства, имеющие концепцию. Консенсус – это большой плюс и большой минус для этого рынка. Вот в рамках такой концепции, а именно в ней мы находимся, мы видим, что решение находится, можно, конечно, дать немножко больше денег центра предотвращения конфликтов, можно расширить персонал, но все решения будут по-прежнему принимать государство на основе консенсуса и характер деятельности организации меняться не будет. В чрезвычайных ситуациях мы это видим, можно деньги найти и деньги находятся в пользу того, что государство считает более важным, изымая деньги оттуда, что они считают менее важным. Вот Ларшавское бюро по демократическим институтам права человека направляет миссию по наблюдению за выборами группы в разные страны, они тоже работают на многом по принципу набора откомендированных сотрудников. направляют они скажем, я не знаю, в Германию на выбор недавно, к относительно недавно. Ну, поскольку у государств участников ОБСЕ нет проблем с демократией в Германии, никто не хочет направлять, тратить деньги на то, чтобы направлять своих сотрудников в эту миссию. Миссия штучная, мы начинаем ее критиковать, что как же так, к нам, в Украине посылали сотни, а здесь всего пять человек там и так далее. Есть разные варианты, они предусмотрены решением ОБСЕ еще 92-го года, если речь о миссиях или о миссиях ОБСЕ, то есть особая процедура формирования бюджета, минимальное количество объема бюджета. Даже если это выходит сверхбюджета, но вы принимаете консенсусом решение о запуске такой операции, то вы по шкале распределения расходов берете на себя дополнительные расходы на финансирование этой миссии, а все, что сверх определенного плафона, там будет действовать другая шкала, которая пока не согласована, но не согласована, потому что в этом не было необходимости. То есть можно обсуждать много или мало денег, но в нынешнем варианте это устраивает на сегодняшний день все. Есть другой вариант, который предполагает создание сильных институтов ОБСЕ, я бы не стал их называть автономными, поскольку этот термин у нас не пользуется популярностью, я их называю независимыми институтами, когда те или иные решения отрубленной деятельности принимаются теми или иными институтами, я хочу особенно подчеркнуть, это не государство принимает решения, здесь нет консенсус или консенсус минус один, эти решения не принимаются в постоянном совете, они принимаются в соответствующих институтах. как, это делается в рамках специализированных организаций объединенных наций, мало кто нас знает, но на Украине в начале 2014 года была развенна миссия ООН по правам человека, которая действует в том числе в Донбассе, на Востоке и в других частях Украины, она в том числе занималась Крымом на начальном этапе, вот никто Союз безопасности не принимал такого решения, оно не требуется, это решение, которое принималось управлением Дерховного комиссара ООН по правам человека, в рамках мандата этого управления, в том числе по мониторингу ситуации в области прав человека в рамках этого бюджета, который есть если бюджета не хватает, то, конечно, там другие процедуры о поиске дополнительных денег и прочее. Я специально хочу подчеркнуть, что в этом варианте речь идет о том, что не нужен ни консенсус плюс один, ни консенсус решения, генеральность и еще, а те институты, которые есть, они сами самостоятельно в пределах своего мандата и в пределах своих бюджета распределяют эти деньги на то, что они считают важным делать. они сохраняют свою связь с организацией, но они действуют независимо. Это не устраивает многих, я даже думаю, что большинство не устраивает. И нас тоже не устраивает, потому что в таком случае мы не можем контролировать эти институты, нам может что-то не понравится из того, что они делают. Мы хотим, чтобы они делали только то, что нам нравится или то, что мы считаем нужным. Но и другим странам тоже не очень нравится такой вариант, потому что и хочется быть полномластными хозяевами в организации. Но если мы идем этим вторым путем превращения этой организации в полноценную организацию, вот тут стоят все вопросы, которые придется решать. Это касается и правовой основы этой организации, и право субъектности, принятие устава, на основании чего соответствующие органы будут принимать соответствующее решение, как они будут действовать. И в рамках этой ситуации, это последний вопрос, который был задан, решается вопрос и кадрового обеспечения. Потому что в таком случае в этой организации должно быть средств. Это будет там многодорожество, в том числе с точки зрения персонала. Эта организация должна быть построена на принципах карьерной деятельности персонал. И это соответственно акцент переносится с откомандированных сотрудников на постоянный персонал. В случае временных миссий возможно временном персонала. Для постоянного персонала это вопрос касающийся пенсии и будущего. Сегодня в ОБСЕ сотрудник имеет право работать в рамках организации не больше 10 лет. Из них не больше 5 лет на одной должности. Не имея никаких других профессиональных карьерных перспектив и пенсий ничего прочего. Это конечно не ведет к закреплению костяка профессионалов которые работают в рамках организации. Не так много. Кто-то вырастает конечно за эти 10 лет, но потом через действие понятность уходят уступая местным новоправцам которые приходят в рамках полоцент организации по другому и по другому решалось бы в том числе для нашего персонала потому что сегодня не отмедрить то хотел больше людей направлять в разные миссии на Украине Россия вторая по численности персонала после США и сейчас это один из самых крупных групп кстати на хорошем счету всех руководителей миссии но в случае полноценной создания полноценной организации с сильными институтами не было необходимость решать очень сложные бюрократические финансовые вопросы откомандирования там приходится такие факультации устраивают что эти люди оформить на эти должности что эти люди шли бы так же как они в рамках организации в рамках тех карьерных возможностей которые она дает у нас может быть надо было меньше возможности влиять на конкретное решение больше возможности влиять на ключевой баланс конечно сложный здесь нельзя однозначно сказать что нашему нашему сегодняшнему пониманию интересов отвечает больше что меньше надо понимать что в любом варианте есть свои плюсы минусы по моей убежденности при всех издержках которые связаны с деятельностью сильной организации в наших интересах иметь сильную огонь еще раз подчеркиваю дело не в консенсус 7-1 или так далее а дело в совершенно другом принципе деятельности организации единственное что при этом нужно ожидать что эта организация станет на порядке более эффективной с точки зрения оперативного реагирования на каплик кризисной ситуации это проблема всех организаций даже с сильными институтами и их возможности тоже конфликтных ситуациях ограничены спасибо вопрос от пользователя Джон Джон спрашивает является ли ОБСЕ раком на безрыбе то что мы начали восприятие организации как института который по сути единственный сейчас может что-то сделать но при этом является очень ограниченным но по сути несовершенным Джона состоит в следующем ОБСЕ это больше ширма или реальный инструмент но здесь много дискуссий прежде всего связанных с российским восприятием организации с чего начал Андрей Владимирович с 99-го года то что идет восприятие коалиционных раскладов внутри ОБСЕ как неблагоприятное для России но в сухом остатке рак и рыба и ширма или реальный инструмент Марина может быть вы начнете мне кажется говоря о ширме или реальном инструменте мы вообще должны подумать немножко шире то есть с одной стороны конечно то что ОБСЕ сейчас делает в регионе своей компетенции а с другой стороны то что ОБСЕ могло бы делать вообще в целом и тут мне было достаточно интересно проводя несколько исследований узнать о том насколько существует большой интерес именно к прошлым достижениям ОБСЕ и к духу ОБСЕ за пределами вообще нашего евроатлантического евроатлантического пространства на пространстве азиатском в том числе на пространстве Восточной Азии и в этом плане мне кажется это показывает что все-таки нельзя говорить ОБСЕ как просто-напросто о раке на безгрыбе и все-таки как бы есть за этим как бы что-то какая-то сущность потому что если мы посмотрим на последнее выступление например президента Южной Кореи постоянно идет ссылка на текстовый заключительный акт и на его на важность для треугольника стран в том числе Корея Япония и Китай в изучении его основных посылок для того чтобы создать что-то похожее это показывает как бы что мы смотря сами внутри на себя и это хорошо мы самокритички мы говорим что и это не работает и то не получилось и на Украине мы пробуем мы стараемся и это уже позитивно что как бы предпринимаются усилия конечно же усилия не исчерпывающие именно из-за того что у организации есть определенные ограничения как финансовые так и в плане и это намного более серьезный вопрос именно принятие политических решений то есть и это видно во всех международных организациях ни одна международная организация это не иностранных дел одного государства это государство объединяющие целые группы блоки скажем так государств и она может быть эффективна только при условии что все эти группы государств найдут в себе политическую волю и политическую смелость сказать да давайте мы сядем и попробуем найти какое-то конструктивное решение пока такой политической воли нету международная организация может пробовать что-то сделать пробовать как бы с одной стороны поддержать какой-то простой поддержать с другой но никаких глобальных решений принятых ей самой по себе не будет с другой стороны мне кажется именно этот взгляд на нас со стороны показывает что все-таки была и есть какая-то суть создания ОПСЕ и что она продолжает быть примером для других стран мне кажется что это достаточно ценный урок интересный вывод ну для Азии прежде всего где институциональная база довольно слабая проблем много и они множатся ну и можно два слова по поводу безрыбья когда я этим тем занимался на эти темы где-то в районе 2010-2011 года я в принципе считал что конечно у нас есть альтернативные пути принятия решений в европейском евроатлантическом регионе которые имеют свои преимущества а именно это совет россия-нато где есть теоретически по крайней мере возможность совместного принятия решений и была сформирована целая сеть рабочих групп можно было все это задействовать и возможность создания подобного механизма по линии россия-иэс это была знаменитая инициатива мезобергская медведева и меркель давайте сделаем комитет россия-иэс который будет заниматься измороженными конфликтами в европе и принципы координации по внешнеполитическим вопросам и у этих решений есть то преимущество что там в общем-то меньшее количество стран представлено и вот тот самый конфликт который там тоже необходим чтобы были приняты решения его теоретически легче найти если мы я имею ввиду россия с одной стороны с другой стороны запад воспринимаем друг друга как партнеров которые взаимодействуют которые в конечном счете в общем-то смотрят в одном направлении может быть немножко по-разному но все-таки хотят пойти к общему пониманию неких проблем и выработать общее решение сейчас у нас к сожалению сложилась ситуация когда вот эти стороны россия запад смотрят друг на друга как на ненадежных партнеров по крайней мере это я еще так аккуратно выражаюсь и соответственно любые формы где ведущую роль играет организация представляющая одну из сторон европейский союз нато а другой стороной воспринимаемая как что-то чужое вот любые формы такого рода они теперь не работают и соответственно то что было может быть недостатком в БСЕ в том смысле что большее количество стран труднее найти консенсус теперь становится в общем-то единственным путем в условиях когда отсутствие этого консенсуса и оказывается у нас проблемы то есть если у нас сохраняется вот такое противостояние между Россией и Западом то у нас проблемы в области безопасности в регионе будут только множество если мы намерены преодолеть эти проблемы то сигналом того что у нас намерение есть и мы готовы его реализовывать будет именно появление консенсуса в обыске оба и си во-первых это свод нормативных правил принципов норм конкретных договоренностей на протяжении всех 40 лет делись и ведутся спор относительно соблюдения несоблюдения этих правил эти споры не умоляют о подсчетах и значимых договоренностей тот факт что заповеди Моисея нарушаются каждый день не означает что от них нужно отказаться наоборот подчеркивает их важность как некого морального стандарта и тот факт что и сегодня и на протяжении всех 40 лет государства постоянно ссылались и ссылаются на принципы хельсинского заключительного договоренности это говорит о значимости и важности этих принципов в нашей современной жизни второе ОБСЕ это платформа или площадка на которой ведется диалог он не всегда бывает продуктивным когда он приводит к результату но это площадка на которой можно обсуждать самые разные вопросы и разные решения причем преимущество ОБСЕ в том что ОБСЕ себя вообще никак не ограничивает вопросами повестки дня это гибкость которая появилась с самого начала все что все участники считают важным может обсуждаться по всем этим вопросам можно принимать соответствующие решения и третье ОБСЕ это набор инструментов это такой тулбокс в котором очень много на самом деле инструментов если на этой площадке мы договариваемся то эти инструменты это можно выносить быстрее если быстро договорились дольше если долго договорились а если вообще не договорились то и вытащим инструменты в этом конечно в известном мире слабость ОБСЕ Ширма или не Ширма в России существует довольно прочная убежденность то что на протяжении последних лет 15 с лишним ОБСЕ была приватизирована западными страны некоторые поэтому выход выход в том чтобы с этим бороться мы видим в том чтобы сделать двойную приватизацию поэтому так упираемся в принцип концепции чтобы запад не мог на спине голосовать в организации обязательно консенсус и даже если мы будем одни в каком-то вопросе что мы могли заблокировать любой другой решет это парализует деятельности ОБСЕ во многих ситуациях поэтому еще раз выход и деприватизация лежит только на путях китай независимого характера сильным институтом организации ребенок если этим путем конечно много нужно будет сильный генеральный секретарь председателя но еще раз подчеркиваю такой деприватизации тотальный деприватизации максимальная деприватизация я не вижу интересоваться практически ни у кого в БСЕ спасибо большое коллеги но у нас еще целый ряд вопросов у нас к сожалению мало уже остается времени поэтому если можно буквально по два слова я сразу два озвучу буквально по два слова на каждый вопрос об использовании дронов на Украине применим ли опыт в других регионах и такой вопрос с юмором что ли Монголия что БСЕ может получить от участия в Монголии по два слова пожалуйста Мария Александровна давайте начните первым пожалуйста я думаю что я ставлю другим коллегам вопрос дронов на Украине потому что честно я не вверху этих вопросов вопрос достаточно сложный конкретно да поэтому я думаю что применим этот опыт потому что скажем так почему нет существует целый ряд исследований возможно это использовать и по наблюдению за развитием ситуации с миграцией скажем в Средиземноморье и по наблюдению там права человека там подача света и так далее в Суркмении но я на этот вопрос конкретно отвечать не буду в Монголии интересует меня намного больше потому что она скажем так это страна которая во-первых последняя вошла в состав УБФЕ вошла совсем недавно два года назад и во-вторых потому что у нас там будет проходить предстоящее осеннее заседание парламентской ассамблею УБФЕ почему Монголия вообще интересно потому что я бы сказала что это как раз мостик между евро зийским пространством евроатлантическим и Азией и Монголия так себя и позиционирует то есть когда мы готовили предстоящую сессию что нам сказали наши коллеги сказали мы хотим обсуждать вопрос связанный с Азией в том числе с Восточной Азией потому что мы в этом видим будущее УБФЕ и потому что для нас это интересно с другой стороны Монголия очень заинтересована в перенятии и самого как бы опыта и наработок то о чем говорил Андрей Владимирович вот эти вот как бы базы УБФЕ основных норм и принципов и поэтому скажем последние два года Монголия достаточно активно лоббирует идею создания новой полевой миссии у себя в стране которая будет работать именно по конкретным проектам для развития демократии укрепления экономических свобод и так далее другой вопрос что пока непонятно когда такая миссия была создана и это в первую очередь опять-таки мы возвращаемся к вопросу финансирования спасибо очень интересно патронам на самом деле все очень просто это как с любой новой технологией сначала когда она появляется люди очень большое внимание на нее обращают а потом когда она появляется сплошь и рядом на каждом шагу мы просто уже не задумываемся о том что это нечто из ряда воноходящее и соответственно здесь тоже мы же не задаем себе вопрос а можно ли там использовать самолет если нам нужно куда-то полететь но само собой не будем использовать самолет так же и здесь если нам нужно обеспечить наблюдение за какой-то территорией или даже там сделать энное количество фотографий по мере того как эта технология дешевеет распространяется конечно она будет использоваться все шире что касается Монголии на самом деле интересный действительно вопрос маленькая страна по населению очень зажатая между двумя гигантами с довольно большой при этом территорией и понятно что страна в таком положении она в принципе просто даже не по политическим обстоятельствам не по тем политическим заявлениям которые делаются а просто соотношение потенциалов она ставит определенные вопросы для себя насколько безопасным являются ее положения и вот как раз международные структуры подобные ОБСЕ призваны такие вопросы решать то есть если было бы другое географическое положение может быть надежды были бы скорее на активизацию взаимодействия международного в азиатско-тихоокеанском регионе но вот здесь положение во многом уникальное действительно и здесь можно в какой-то степени сопоставить с рядом стран которые тоже находятся на пространстве между в Европе непосредственно но везде есть своя специфика и действительно когда мы создаем общее пространство безопасности если остается буквально одна страна которая как-то и оттуда далеко и отсюда далеко конечно ей хочется быть частью этих международных договоренностей которые в определенных условиях могут оказаться полезными опыт с использованием беспилотников конечно может быть использована других ситуациях если это будет сочетано целесообразным если на этот счет будет консенсус если это будет это будет финансово конечно не для контроля подачи воды в таркменистане откуда появилась эта идея в мониторинговой миссии очень простой причине тех сил и средств которые были в распоряжении миссии она стала увеличивать свой персонал на востоке украины с сентября прошлого года было явно недостаточно для того чтобы обеспечить эффективный мониторинг того что там происходит по разным причинам нехватка персонала при большой территории которую за которой нужно было осуществлять наблюдения проблема безопасности с которыми сталкивались каждый день наблюдателя их не везде пускали и не везде пускают сегодня и естественно это подталкивало миссию к тому чтобы воспользоваться современными дистанционными средствами наблюдения для того чтобы повысить эффективность это не стопроцентная гарантия когда дроны пытаются залететь туда куда их не хотят пускать им сразу чинят помехи были случаи когда сбивались они не сбивались а снимались с воздуха электронными средствами на противодействие и поэтому миссия обратилась к идее она была поддержана сначала в норманском формате потом в ОБСЕ к тому чтобы насытить свою деятельность дополнить ее используем таких средств это не только дроны это веб-камера которая там используется миссии используют для целей планирования правда неоперативном режиме космические снимки которые предоставляются в ее распоряжение разными государственными участниками и если это где-то потребуется еще в другом в другом в другом контексте то конечно любой опыт может быть использован не нужно считать что он на сто процентов эффективнее а монголия вообще уникальная интересная страна и как я понимаю смысл стремление монголии вступить в гости заключался в том что монголия хотела стать частью вот этого сообщества государств которая в качестве идеала видит полную реализацию принципов хельсинки включая человеческое измерение все остальные хельсинского процесса здесь для ОБСЕ я думаю неплавным был вопрос что монголия привнесет само желание вступить в сообщество государства мне кажется важным символом для ОБСЕ но могу сказать что монголия является ничуть не менее активным участником деятельности ОБСЕ чем целый ряд других государств не называя имена что называется я на прошлом деле был в ОБСЕ уступал на форме по сотрудничеству области безопасности и монгольский представитель был на заседании активно представителей отдельных стран отсутствует на этом заседании монголия была председателем форума по сотрудничеству области безопасности в последние полгода и была достаточно активной поэтому конечно с точки зрения финансирования это не самый выдающийся вклад и не следует этого ожидать но это существенное дополнение расширения сообщества государств приверженных хельсинским принципом спасибо коллеги у нас вышло время я хочу сказать что мы продолжим нашу дискуссию уже в хельсинке 4 6 июля соответственно на серии мероприятий мероприятий посвященных сорокалетию заключение хельсинского принятия заключительного хельсинского акта я хочу поблагодарить Мария Александровна Сергея Валентиновича Андрея Валентиновича Андрея Валентиновича за сегодняшнюю нашу встречу за очень интересный разговор и приглашаю наших наших зрителей нашу аудиторию читать наши материалы по проблематике ОБСЕ по проблематике евроатлантической безопасности на портале РСМД я отдельно хочу поблагодарить всем сегодняшним нашим дискуссантам из числа наших зрителей которые прислали вопросы и проявили интерес к нашему сегодняшнему вебинару спасибо большое и до следующих встреч всего доброго и до новых встреч субтитры